Смотрю, здесь овум грызет камушек. Овум грызет камушек. Решила показать. Носится паучишка. Молодец. Вот. Это тот самый камень, про который я спрашивала. То ли это кусок цемента, бетона, то ли это какой-то минерал осыдочная порода. Вот они его любят погрызть. Видите, как не очень-то хорошо видно, сумрачно. Ну, просто по факту показываю. Уж как бы не до красивой картинки. Просто проинформировать. Стараюсь все-таки, чтобы видео были информативными. Здесь кто-то ползет. Дело к вечеру, они просыпаются. Он поднимается наверх. Куда стремиться, пока не знаю. Там видно будет. Вот. Ну, это так, маленькая зарисовка. А что тут наши хеликсы? Я сегодня их снимала вам. Их уже не видно. Все. Только если свет ставить. Как это снова я. Хочу вам показать, что этот товарищ дополз. Но мы пришли ради вот... Ой, все, я уже не успела. Ладно. Более-менее хочу показать, как улиточки цепляются за разные предметы своей ножкой. Вот. Еще я не успела вот здесь вот снять. Вот этот вот улит держался за вот этот край. Ну, прям вот обхватил ногой. Но сейчас он точно так же держится за лист. Вот это вот действительно лакартоса. Обхватывая его. Вообще об этом неплохо бы поговорить. О том, как улиточки используют свою ногу. И какое это имеет важное значение для их здоровья. Это я ракушку осматриваю нашу. Так, побежал. Тут есть чем поживиться. Так. Кажется, мы кое-что увидим. Вот наши улиточки водой интересуются. Это одна из их поилок. Я их пристроила на разной высоте и по-разному устроила. Вот. Я в первый раз вижу, чтобы они вот в эту поилку зашли. Я не вижу, чтобы улитка пила воду. Может быть, она просто зависает. Это они тоже любят. Вот. Смотрю, что еще можно. Иногда они по полу ползают. Все-таки это не слишком-то удобно. Это гладкая поверхность. Поэтому улитки не любят. Им удобнее шероховатая. Которая... Ну... С ней лучше сцепление, чем с гладкой. Она надежнее. Нормальная керамика гораздо лучше, чем такое вот. А вот здесь я не знаю, что происходит. Землю, что ли, кушает? Не видно. Керамические миски гораздо лучше. Вот таких они, конечно, стеклянных, фаянсовых боятся немножечко. У них нужно класть кору, и камни, и песок. Я вот не положила, поэтому улитки редко посещают ее. Всем доброе утро. Вот наши хеликсы. Видите, как они... ...соприкоснулись подошвами. Ровненько-ровненько. Симметрично. И медленно касаются друг друга поочередно. То одним щупиком, то другим. Меня, извините, что горло у меня хрипит. Что-то я... Да. Вот. Так они выглядят. В момент ухаживания. И это может... То же самое быть и завтра, утром и послезавтра. Как я вам уже и сказала в прошлый раз, это длится по несколько часов. Потом бывает, что произошло спаривание. И... Я не знаю, кстати, сколько оно длится у них. Но потом бывает, что улитка спит. А другая приходит, начинает ее будить. Я однажды такое наблюдала. Улитка спала совершенно недвижно. А другая приходит, растолкала ее. И опять начались вот такие же нежности. Вот, ладненько. Ну, все, заканчиваю хрипеть. Надо медом себя немножко пополечить. Кажется, я замерзла ночью. Ну, ладненько. Вообще у нас тепло. Оно просто наверное раскрылось. Увидимся. Всем пока. Маленькая улитка. Мы тебя снимаем. Постарайся быть в фокусе. Ребят, ну, знаете, меня все время спрашивают, а как же, как же? Малыши разве не грызут ракушку взрослых улиток? Ну, даже не спрашивают. Иногда бывает, что и утверждают, что малыши ведь обязательно погрызут. Да никогда такого я не видела. Уж если бы это было, наверное, бы увидала хоть раз. Они могут, конечно, там что-то покусывать, но это скорее гигиена. Они чистят ракушку. Иногда бывает даже заметно, как это происходит. Потому что, ребят, фокус скачет не потому, что я издеваюсь, а потому, что я пытаюсь маленькую улитку поймать камерой. Вот. Я видела такое. Знаете, бывает вот на ракушках такое, такие образования малоприятные. Как струбья какие-то. Какие-то наросты. У меня это было, посмотрите, видео начало 18-го года. Вот там вот такие были фулики со всякими вот такими вот штучками-штучками на ракушке. И написала подписчица, может быть, это грибок, плесень. И я так удивилась, как можно, как могло в голову такое прийти. А потом согласилась с этим. Да, вполне возможно, что там поселились какие-то грибы. сходные с плесенями. Конечно, я так чётко не могу назвать вид этого гриба. Да и не чётко не могу. Но когда появились малыши, они буквально в одночасье всё это съели и очистили ракушки. Это было. И тут у меня пазл сложился. Малыши и взрослые должны жить вместе. Они друг другу помогают. Если что-то грызёт маленькая улитка на ракушке большой улитки и мы не видим что она ест, то не надо делать вывод, что она ест саму ракушку. Нет. Она может есть проростки спор плесени или ещё каких-то грибов, которые мы не видим. А сам вот этот канхиолиновый слой верхний переострокок они никогда не счищают, не съедают его. Так что не надо на этот счёт переживать, ребятки. Если у вас есть другие сведения, другая информация, делитесь, но только пожалуйста с подтверждениями обязательно, чтобы это было чёткое видео, а не что-то такое мутненькое и непонятненькое. Ладно? Здесь у нас день день ской, поэтому все спят. А если кто-то не спит, то мы конечно не пропустим. при дневном свете снять улитку это для нас здорово. Так что спасибо, дорогая, что разрешила себя поснимать. Прошло несколько часов и что мы видим? Вот такая вот картина. Возможно здесь были какие-то так молчу. Нет, это не от моих же слов. Или всё-таки да, это они так реагируют на громкий голос? Или прикоснулись друг к другу как-то неосторожно? Ну вот так вот у них всё и происходит. Всё на тонком уровне. Самое смешное, что тоже вечер и ничего не изменилось. Хотя конечно изменилось наверное у них в душе настроение. Наверное они продвинулись в своих отношениях. Вот я по одной улитке вижу, что уже были какие-то попытки спариться, но это так всегда бывает. Они как бы не совпадают по фазе. Сейчас я вот так попробую, чтобы решётку не смотреть, а именно вот улиток. не так не получается. вот так вам видно хорошо. Вот такая у них медленность. и вот погода на самом деле такая вот спокойная, слегка пасмурная. Уже в который раз замечаю, что для них как раз вот подходящая для таких отношений. Просто ну заметила, что ну я же не первый раз вижу их. такие нежности и каждый раз это почти каждый раз при такой погоде. Красивые улиточки. Так, дайте-ка я посмотрю на них, на самих, на их ракушку. Улитки не очень крупные. А, ну можно же вот так посмотреть, зачем я выкрутась ничего. Вот у крупных улиток уже серая ракушка, а у этих еще коричневая. То есть это молодые улитки. Вы можете в интернете прочесть, что они достигают какого-то там возраста, чуть ли не четырех лет, только тогда спариваются. Там столько ерунды пишут. Наверное, ни о ком столько глупостей не написано, сколько об улитках. Так, ну мы уже мешаем. Ладненько, девчонки, все. уходим, уходим. Продолжение выглядит так же. Примерно. С маленькими-маленькими какими-то вариациями. Это прошло много времени опять. Это все, как бы я прихожу сюда заходами. Вот так вот они любуются друг к другу. Вот такая любовь. Я тут зашла, смотрю, а улитка чуть-чуть сместилась в сторону. Обычно они прямо ровно-ровно, глаза в глаза, нос к носу. Симметрично. А тут она взяла вот этот вот, который сюда вот ближе, съехала немножечко вправо. Улитка победила систему. А вот этот, который вот там, он на нее смотрит с таким этим че это такое? Что это за выкрутасы? Но они из такого положения все равно соприк... Ну, давай, давай соприкасаются щупиками. Ой, ну надо же, как они прям подводят щупик к щупику, но не касаются. Опа! Аньки! Ты моя хорошая! Молодцы! Молодцы! Ребята, я хочу вам показать вот это безобразие. Такого не видели еще? Выкрутасы такие дневные. я не знаю, я не знаю, улитки так поступают и что это все у них значит. Не знаю. Заодно покажу вам. Сейчас немножко прервусь и покажу кое-что вот здесь. Ладненько. не, я конечно вернулась, но снимать тут нечего. Одни зеленые руины. Хотя вот на самом деле хибискус выглядит неплохо. 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 Смотрите, ребят, они его повалили на бок и это даже совсем не безобразно, потому что он пошел вверх и загнулся и это по-своему красиво. Вот. А улиток посмотреть мы не можем, потому что кому нужны спящие улитки? Только мне. Мне очень нравится какие позы они принимают во сне. А, у нее тут лицо оказывается. хочу, что молчала, что у тебя тут глазки, а я говорю спящая улитка, спящая улитка. Ладно. Может быть придем попозже? Прийти попозже. Я же тут молочка приготовила. Видите, что я делаю? Вот их поилка. Там со всякими этими с деревяшками. в нее ставлю молоко. Уже наловчилось. Потому что если воду разольют, это норма. Если молоко разольют, это запах. Кто у нас тут бегает сверху? Фуличонок? Ребят, в общем, я не могу отловить фуличат. И вообще улиток очень сложно ловить и куда-то переносить. потому что, как я теперь поняла, они совершенно не выносят вот этого, чтобы их взяли и оторвали от субстрата. Субстрат это то, на чем улитка сидит. Вот ее субстрат сейчас вот это стекло. Вот им очень важно быть уверенными, что никто не сможет их отделить от субстрата. это их скажем базовое чувство безопасности. Если вы покажете улитке, что способны ее оторвать от субстрата, то дальше уже ничего хорошего с ней не будет. Просто поверьте. и вот это вот знаете хватать улиток и проверять живы ли они. Вот лежат там ракушки. Ну считай пустые ракушки. Вон они. Вот и пусть лежат. Они никому не мешают. Умерла так умерла, как говорится. Вот. Но вечером они побегут. что еще? Ну я еще кое-что скажу. Но не сейчас. Потому что видите тут нам нечего показывать. Кстати вот замечательное вот это вот дело. А я вам хотела сказать про ножки. Да улитки очень важно. Ой вы увидели эти обрезки. Ну ладно это тоже хроники. Хроники у летячего быта. Я даю им серединке яблок помидор. Пусть доедают. Нормальный корм. Поросятам дают такие вещи. Почему улиткам не дать? Так вот улиткам очень важно чтобы у них были плотные субстраты во-первых. Камни ветки кора которым можно хорошо прикрепиться. Почва может быть тоже плотным субстратом. смотря как вы ее сделали. А кроме того должны быть вот такие тверденькие субстратики фактурные. Множество тоненьких веточек за которые улиточка ногой цепляется по-разному. То есть ее ножка принимает разные положения. Она должна обязательно это иметь. Такую возможность чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Если этого нет то не думайте что вы дали улитке нормальные условия. Вот сидит улитка на плотном субстрате. Видите? Вот перед которой мошка выпендривается. Две мошки. Да дай ты ей глазом тюкни наоборот. Мошка победила. Ах ты дрянь. Ничего тебя съест наша сороконожка. Их тут в грунте много. Потому что вот такие вещи обращения с улитками здесь не прощают. Имей ввиду пожалуйста. Ты правильно сделала что улетела. Лучше бы вообще в террорем не заходила. Ребят я отвлеклась немножко. Это я всем фронтам работаю. В том числе и методом убеждения. не только биологический метод. То есть не только многоножку запустила. Вы наверное поняли уже меня. Вот это прикрепление улитки к плотному субстрату, к тверденькому субстрату, к древесине это жизненно необходимый момент в их жизни. физиологически важный момент в их жизни. И то, что улитководы этим пренебрегают, губит улиток. Это фатальная ошибка. Очень многие кладут только рыхлый субстрат. Насыпают, насыпали, посадили улитку. Она ужасно себя чувствует в таких условиях. Это постоянный стресс 24 часа в сутки. Невозможность прикрепиться к плотному субстрату гибельно для нее. Она вынуждена цепляться хотя бы к пластику, но пластик не тот материал, которому следует доверять в этом смысле. У нее слизь, слизь контактирует с пластиком, извлекает из него токсичные вещества. Вот стекло другое дело, в нем польза. Стекло делается из минерала, из песка, из минеральной породы. Ах, улиточка, ах, улиточка. Знаете, что я заметила? Когда они замедляют рост по какой-то причине, из-за каких-то внешних обстоятельств, то он замедляется именно вот так вот. То есть каждый следующий прирост идет меньше, меньше, меньше. То есть у него как бы сужается диаметр. У него уже по кругу идет вот это вот все, виток идет, да? Так вот, когда идет уменьшение диаметра, каждый следующий прирост немножко меньше, да? получается вот такая террасочка. Да, так не должно было быть. Это именно, скорее всего, случилось от того, что здесь очень резко расплодились омы, их стало много, они большие, и вот эта вот теснота вынуждает их уменьшать габариты. Но овомы росли как положено, а именно фулики уменьшились. Вот. Ну, они живы, бодры, веселы. Надеюсь, что это сильно не отразится на их здоровье, но буду иметь в виду. Отнесем это не к ошибкам о накоплении опыта. Так. Так часто себя успокаивают люди. Тут я договорила про плотные субстраты. Про вот улитку, которая здесь ползла. И про стекло. Чем стекло плохо? Тем, что оно гладкое. Гладкие поверхности для улитки не очень хороши. Ей нужны шероховатые. Вот кора идеальна. Камень здорово, гревесина, плотная почва, песок иногда улитки тоже используют по песку ходят. Вот стекло это конечно не идеальный, но хотя бы он имеет минеральный состав. Оно имеет минеральный состав. А вот пластик плохо во всех отношениях. Пластик ужасен во всех смыслах. он и гладкий и ядовитый. Так что так что вот так. При определенных обстоятельствах эти токсичные вещества из пластика начинают высвобождаться. Фуликочки принялись за помидорки первыми. Так ну что ребята это та улитка у которой отколот апекс. Может мне имена уже наконец дать а то я как-то их так длинно называю потому что у них у каждой своя история это третий год улитки. не буду вечером сюда возвращаться и лучше потом отдельное видео сделаю. Самое главное что я хотела вам сказать это то что улиткам нужны обязательно плотные субстраты а улитководы наивно полагают что плотный субстрат портит ракушку. Если вы думаете что вот это порча ракушки из-за плотных субстратов то нет точно нет. ну и в конце концов не такая уж она и порча кстати мне надо вам показать улиток в керамическом горшке если хотите то напишите я покажу просто я их перестала показывать потому что у меня есть этот террариум но если вам интересно как они живут в керамике то пишите все всем пока пока Продолжение следует...